Всем привет! Меня зовут Олег и сегодня мы начинаем прохождение небольшой сюжетной зимней модификации под названием Эхо Смерти. Разработана она на платформе Stalker Тени Чернобыля и по словам автора проект задумался как небольшой подарок фанатам Stalker к Новому Году. Ну давайте же посмотрим, что из этого вышло. Так, ну вот мы где-то появились и сразу получено задание уйти в отпуск. Так, появились мы недалеко от деревни Новичков на дороге между деревней и блокпостом. Хорошо, давайте же посмотрим. Ну снаряжение не богатое, сразу скажем. АКМ и 30 патрончиков. Так, а кто я есть вообще? Новичок, группа военный, багрянец. Справки ничего, в рангах. Конечно же, на последнем месте. Контактов нет, журнал, план, задачи. Задача уйти в отпуск. Угораздило же меня продлить этот контракт снова. Ну ничего, хоть отдохну перед службой. Первым делом надо заглянуть к Сидоровичу. Ну вот мы и определились. Куда нам идти и что делать. Пойдем, значит, к Сидоровичу. Поскрипывает снег, как под ногами. Прикольно. То есть, не просто вот текстуры изменены, а хотя бы вот звуки. Конечно, было бы еще интереснее, если бы на домах припорошить так их слегка снежочком. Но это уже слишком сложно. А как написал автор, это первая его работа. Поэтому не будем требовать от него уж прям слишком многого. Так, а что это нам не одето? Летняя военная камуфляжная куртка, которую большинство служивых вынуждено носить кругу. Вот, в связи с урезанным финансированием вооруженных сил. Да, у автора еще и чувство им реесть. Хотя, возможно, он эту куртку слямзил из другого мода, я не знаю. Ну, проветришься, заходи. Эй. Я уж думал, у меня глазоньки лопнули. Ну, привет, Сидорович. Привет. Ха, привет, Хрыч, как поживаешь? Да неужели ты, багрянец? Как у тебя там в армейке дела? Контракты, задания. Ой, что я буду лишним вопросом задавать? У меня к тебе срочное задание. Ну, точнее, просьба. Мне только что понурый маякнул, что у него серьезные проблемы. Бандиты, мол, напали невесть откуда. Ты помоги сталкеру, коль жив он еще. Жаль ведь его, совсем зеленый. Сигнал поступил из туннеля под дорогой. Это по пути на АТП. Новое задание поговорить с понурым. Нет вопросов, Сидорович, ты же знаешь, меня зона не испортила. Так, отлично. Идем, значит, помогать какому-то понурому. Прямо вот такое понурое у него погоняло. Просто до жути. Не, мне здесь нравится. Я вообще в зимние моды никогда не играл, ребят. Поэтому для меня здесь все ново. Все необычно. Там уже стреляют. Ты кто? А, нормально. Так, с кабанами давайте без меня. У меня патронов пока мало. Мне еще там с этим, с понурым-то разобраться бы. Так, давайте-ка я на всякий случай сейвик сделаю. А то мало ли какие передряги сейчас случатся. Так, а нож у меня есть. Блин, а ножа-то мне не дали. А патроны мне жалко тратить. У тебя есть что-нибудь, бедолага? Да ничего. Эй, слышь. Придурок. Я военный, между прочим. Так, а ты что ли понурый? Нефига себе какой упакованный. Зеленый называется, а. Понурый. Это бандиты? Скажи, куда эти суки делись? Погрянец? Они на леватор ушли, кажись. Грабанули меня мрази склочные. Но ты не парься. Я сам на них нарвался. Ты иди. Я тут отдохну еще чуток и в лагерь пойду. Ну ладно, бывай. Но я этого просто так не оставлю. Так. У меня ни пистолета нету. Ни хрена. Ну что ж такое-то? Ни ножа, ни пистолета. Что мне дальше делать? Вернуться к Сидоровичу. Ну лады. Вернемся пока к Сидоровичу. А то прям вот даже я и не знаю. Ладно бы хоть пистолет был. А то автомат и 30 патронов. Обалдеть. Чем мне тут воевать-то особо? Так. Заглянуть внутрь тушек. Вот. Сталкеры они добрые. Кабанчиков убили, а ноги не пособирали. А мы сейчас поживимся немножко на этом. Графика вот мне очень нравится. Прям шикарно все смотрится. На максимальном динамическом, полном динамическом освещении. Настройки, правда, у меня стоят не максимальные, а высокие. Но все равно картинка довольно-таки красивая. А, привет. Грабанули, понурого в общем. Хорошо хоть не завалили. Он два месяца в зоне, а ведет себя, как на большой земле. Зона ошибок не прощает. И это будет ему уроком. Кстати, загляни к нему, может он сможет какую инфу против грабителей дать. Только в одиночку несуйся к обычной герой. Нам очередной войны здесь не нужно. Согласен, старик. Ну, бывай. Ты мне нож бы хоть дал бы, что ли? Или пистолет какой? Ах ты, зараза. Он еще и копыта не хочет покупать. Вот же ты гад-то, а. 12 тысяч. Короче, жлоб ты, Фидор. Просто жлоб. Патронов тебя хоть купить, что ли? Ну, а что делать? Так, бинтов. А птичка сколько? На птичку мне еще хватает? На одну хватает. Да, вот это печаль. Неплохо. Неплохо. Хороший товар. Их ты ж, лобяра ты. Вот так бы всегда. Тоже мне друг еще называется. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, значит. Значит, мне нужно снова сходить к Панурому. Почему нельзя сделать так, чтобы его встретил этого Панурова? По рации с Сидором связался. И он тебе так... О, аптечка. И он тебе раз так... И сказал, что поговори-ка ты с Панурым, там выясни у него что-нибудь. Нет, обязательно надо к Сидору сбегать. Эй, Панурый. Избушка, избушка, повернись. Куазику задом ко мне передом. Короче, пойду я разбираться с теми уродами. Ты же их имена, надеюсь, запомнил. Они у тебя в КПК отображались. Ты серьезно попрешь против них? Я реально благодарен, но это чуть ли не самоубийство. Ай, да ладно. Мне Сидор как-то рассказывал про тебя. Тут нечем удивляться. В общем, как ты ушел, я поймал сигнал одного из этих обмутков. Сейчас тебя скину на коммуникатор. Слава богу, наш хакер Уленк забашлял меня по блату программку. Но ты это, никому. Я и так уже наболтал. И это, если найдешь у них мои вещи, оставь себе. Это будет моя благодарность. Ну давай, Панурый. Не будь Панурым. Убить мародеров. Да, ты пацанчик и так неплохо упакован. Смотрю, получше, чем я. Так, лады. Пошли, ребят, воевать с мародерами. Насколько я помню, они на элеваторе у нас. Даже не хочется раскачку убирать пока. Не знаю, возможно, сейчас после боя с мародерами я передумаю. Но пока вот как-то мне даже нравится. Аномалия. На снегу. Прям такая... Прям такая вся страшная. Так, труппешник там валяется. А больше никого нет. Вот я или я что-то прохлопал. Или все-таки на АТП надо было идти. Но, по-моему, он говорил, что на элеватор ушли бандиты. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Скорее всего. Скорее всего, ребят, я ошибаюсь. И надо идти все-таки... О, пистолет хоть будет. Ёлки-поталки. Не зря все-таки я сюда пришел. И заодно давайте глянем курточку. Может, она окажется получше, чем моя. Я, естественно, как лошара, не додумался слазить, поискать комбинезон наемника. Так. Военный камуфляж. Ну, куртка вряд ли будет лучше. Ну, хотя по пулестойкости... По пулестойкости получше будет. Так что... Пойдем в курточки воевать. А военные ко мне должны быть, по идее, не враждебны. Подойдем, глянем на всякий случай. Да, нормально. Нейтральное отношение. Тайник оставлен погибшим сталкером Кузнецов. Лады, Кузнецов нам не нужен. Нам надо с этими... С бандитами разобраться. А это кто? Это же бандит. Ну да, бандит. Эй, стой! Да, бандит. Странно. То есть, по идее, бандиты ко мне не враждебны, получается. Там труп какой-то валяется. Судя по местонахождению, это должен быть какой-нибудь Шустрый там. А ты кто? При попытке поговорить на АТП с Шустрым у меня произошел вылет, и я заглянул на сайт АППРО пожаловаться. Но автор там, оказывается, уже ответил на этот вылет и сказал, что с ним не надо было разговаривать. Так, покончить с мародерами. Тут вот интересная фигня получается. Убить мародеров показывает вот сюда, а здесь у нас вроде как Кузнецов. Ну, пойдем посмотрим. Может, Кузнецов и есть мародер? Если так, значит, надо с ним срочно покончить. Тут бандит вот бродит. Хм, блин, прикольно. Задание выполнено, покончить с мародерами. Так, сейчас я вот, что-то я сейчас вот не понял. Ну-ка, пойдем посмотрим. Странно. Очень странно. Неужели Кузнецова кто-то завалил? Эй-яй! А куда он делся-то? А ты кто такой? Какой-то футуристичный такой персонаж. В кожаном плаще и с экзоскелетом на одной руке. Привет. Пшек. А, Пшек, а визуал Кузнецова. Так это ты, гнида, обокрал понурого. Че ты сказал? Хочешь, чтобы я тебе кишки наружу выпустил? Не смеши меня. При свидетелях, тем более военных, ты этого делать не станешь. Я тебя узнал. Ты же следил за нами сегодня. Хе-хе. А потом драпанул что из ног. Это не важно. Меня к тебе Сидор посл... Меня к тебе Сидор позвал, поскольку ты главарь местных бандитов. Даже не пытайся с военными о чем-то... Ха, а идея имеет право на существование. Но шансы все равно остаются мизерными. Давай так. Есть у меня пушка одна. Все, я ее берег до черного дня. Похоже, он настал. Коли принесешь мне мою сайгу, я подумаю над сотрудничеством. Она находится у перехода на свалку. Ну что, возьмешься? И это единственное условие. Хорошо найду эти эту пушку. Да, вот что-то беда у меня какая-то с диалогами. Уходят они за край диалогового окна. Не знаю, это косяк у меня или... Недоработка автора. Так, новое задание взять сайгу. Ну что ж. Где там сайга это? По идее, он сказал, где-то на переходе на свалку. Да, не до конца, судя по всему, переведена модификация. Пшик до кузнецов. Сайга АКСУ Волка. Пшик сказал, что сайга находится у перехода на свалку. Только вот где ее здесь искать? Никакой метки нету. И непонятно. Ну, давайте будем обыскивать все, что видим. Так, здесь нету. Ну, где-то же она должна быть. Хотя, если бы она тут просто так где-нибудь валялась, эти черти ее уже подобрали бы. Вон их сколько здесь бродит. О, что там за заварушка какая-то началась. А, вот она, вот она. Принести сайгу главарю. Ствол-то прибери, братишка. Да пошел ты. Так, с кем вы там воевали-то? Опа, кого-то завалили. Пошли глянем кого. Бандит. О, богат бандит. Лады, бежим дальше. Ну, если я не ошибаюсь, вон он. Бродит этот главарь. Ну да, вот он, однорукий бандит. Ну что, готов идти в последний решительный бой? Вижу, ты справился с задачей. Держи свою пушку. Честно, я бы и сам от такой не отказался. Нет, это моя красавица. Такую в зоне достать крайне сложно. Будем считать, что наш договор в силе. И вот еще тебе вознаграждение. Чисто из привычки. Потому что ты военный. А че это военный-то? Ты, блин. Ты че вот это сейчас наговариваешь-то, а? Так. Уйти в отпуск, отдохнуть. От службы. Что я проворонил? Сидорович, еще раз привет. Тебе волк зачем-то ищет. Удели ему минутку. Блин, а у меня, по-моему, сообщений этого не было. Так, ребят, давайте-ка я сохранюсь и поставлю правочку на сообщение. Возможно, это исправит и беду с диалогами. Ну что ж, после установки правочки все стало нормально. Сообщения отражаются путем. Правда, вот здесь вот я не совсем понял. Нашел я проводника. Поговорил с ним, он мне дал задание найти доктора в тайнике стрелка. На всякий случай я переиграл, потому что, насколько я понимаю, это задание лишнее. Просто каким-то образом перекочевало из оригинала. Ну что же. Нам нужно найти волка. Где искать ту волчару, я без понятия. Хоть ты собак нанимай. И бегай его ищи с ищейками. О, блин, случайно отключил мини-карту. Думаю, что такое, почему я не вижу, куда я иду. Ну что же, могу сказать, вот на первый взгляд. Модификация, конечно, не доработана в некоторых аспектах. Например, под визуалами бандитов проглядываются, когда откроешь окно диалога, военные. Но, тем не менее, это мелочи. И на это, в принципе, можно не обращать внимания. Если во всем остальном модификация нас зацепит. Так, это получается... Подождите, получается, что получается, я поговорил с этим. Сайгу нашел. А где же бандиты, которые ограбили? Я нашел этих мародеров, но есть одно но. Они сейчас на насыпи вместе с вояками тусовались. Это тревожный знак. Так, а вот диалоги не исправились. Пришлось от... Так, 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 так. Пришлось отступить. Я не могу в своих стрелять. Не в курсе, в чем дело. С вояками? Нет, я про это не в курсе. Наверное, бандиты решили пойти на сделку. Еще месяц назад, когда Кузнецов был... Тут. Его забашлял... Когда Кузнецов был... Тут, если забашлял служим немного, хоть на танках, разъезжая по блокпосту. А после того, как его уволили, новый командир их совсем распустил. Но не настолько же. Да подлинно мне неизвестно. Возможно, это вояки решили что-то с бандитами провернуть. Короче, темное это дело. Лезть в него не советую. Темное это темное. Я только недавно контракт продлил. Мне еще в зоне три года служить. В случае чего я не хочу попасть под... Под горячую руку. Да не боись ты. Властям уж давно пофиг, если мягко выражаться. На то, что тут происходит. У них сейчас более серьезная проблема. До встречи. И теперь мне еще и Сидоровича надо срочно найти, кроме волка. Ну что ж, великолепно. Бежим к Сидоровичу. А по дороге, глядишь, волка найдем. Так, ты кто? Что я на всякий случай сохранюсь, то вылететь сейчас как шустрым было. Так, вот теперь можно и... Лео, понадол. Короче, ты не волк. И ты вроде как не волк. Просто хрен поймешь их. Их тут попереодевали. Вполне возможно, что волк сейчас шарится где-то в куртке. Новичка маскируется. Так, а кто вот там? Новичок какой-то? Леня-танцор. Там тоже какой-то новичок. Ладно, не буду уже бегать совсем подряд, разговаривать. Сначала пройдусь по деревне. Может, все-таки найду я здесь волка. Ты волк. Точно, вот волк. Здорово, волк. Зачем звал меня? Дело одно есть. Короче, у нас в древней парень один был. Чефирем кличут. Так вот, крысой он оказался. Втерся в доверие. Провел тут около месяца. А недавно я узнал из достоверных источников, что он лазутчик. Если честно, я поражен. Были у нас и воры, и убийцы, даже психопат один. Но чтоб такое... Эх, не к добру это. Он пока не знает, что я его разоблачил. Полчаса назад я пошел его на элеватор, типа провести встречу с важными шишками. Завалишь эту сволочь, я тебе пять косариков отбашляю. Самому не хочется руки в крови сталкера морать. Хотя какой у к черту он сталкер? Хорошо, с предателем разговор короткий. Так, купить чефира. А еще работа есть какая-нибудь? На данный момент ничего нет. А может ты у меня копыта купишь, а? Купит. Ай, молодец, ай, красава. Вот я приподнялся уже на 720 рубликов. А жить веселее стало. Так, ну что. Теперь двинули к Сидоровичу. Узнаем, что он от нас хотел. Тут в ящик нам ничего не положили. Кстати, блин, хреново без ножа-то. Ёлки-поталки. Может Сидорович сейчас отжалеет все-таки нож? Ну, нет уже у меня ножа. Кошмар. Как без ножа жить? Есть что-то стоящее? Что произошло? Мне только что с северного блокпоста маякнули, что видели вояку в летнем камуфляже, который следил за их действиями. Я, кажется, догадываюсь, кто это был. Я должен был разобраться с теми, кто обрадил Панурова. Раньше здесь такого беспредела не творилось. Разобраться? Да ты хоть знаешь, чего мне стоило примирить весь кордон? Три месяца я вел переговоры с лидерами всех местных группировок, в том числе и с вашими. И до того, как соглашение было достигнуто, в постоянных столкновениях регулярно погибали невинные сталкеры. Ты серьезно хочешь рискнуть десятками жизней? Да послушай ты. Там сейчас что-то странное творится. Метка на КПК, которая указывала на грабителя, привела меня на северный... Блокпост. Там целая группа бандитов о чем-то с вояками договаривалась. Выглядело это по меньшей мере странно. А вот это уже серьезно. Мне кажется, твои собратья хотят развязать новую войну. А я-то, старый дурак, поверил в искренность их слов. Ну ничего, эти гады еще ответят за содеянное. Однако, пока рано делать выводы. Значит так, сейчас тебе нужно вернуться на свой южных блокпост. И поинтересоваться у командира, что за движуха происходит. Если понадобится, я с ним свожусь. Все, с Богом. Блин, Сидорович, ты мне нож-то дашь или нет, а? Сволочь-то такая. Так, ну. Продамте. Хлам немножечко. Хоть немножечко. Хоть 300 рубликов с тебя поимею. Жлобяра ты. Неплохо. А, и вот куртку можно продать. Или вот эту продать. Слушайте, а я же так не слазил за курткой наемника. Давайте мы ему бандитскую продадим. Она дороже. Неплохо. Вот так бы всегда. Так, эту пока не буду продавать. А то вдруг... Нету там этой куртки на месте. Сейчас быстренько сбегаем, проверим. И тогда будем знать. А то пошла мода сейчас. Халяву разную вырезать. Может и тут автор удумал пакость такую и лишил нас нашей модной курточки. Ай-яй-яй. Хорошо приземлился. Так, ну я же без ножа. Придется стрелять. Блин. Вот же недоразумение-то. Взял, свалился. Ну вот и куртец-то наш. Ёлки-палки. А я переживал. Можно и этот пойти Сидру продать. Так, ну что, ребята. С модом мы немножечко познакомились. На этом мы, наверное, первую серию закончим. А то время у меня уже позднее. А мне завтра на работу рано вставать. Что ж, всем, кто досмотрел по традиции удачи в реале и виртуале. И встретимся уже в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok